С последними новостями вас познакомят сурдопереводчик Хасан Исраилов и я, Алмаз Ашим. Добрый вечер. Создавать в регионах страны многопрофильные реабилитационные центры и открывать дополнительные ресурсные кабинеты поддержки инклюзии поручил первый президент страны Нурсултан Назарбаев, председатель управления фонда Самрук Казна. Во время разговора с Ахмеджаном Есимовым Ельбаса отметил положительную динамику работы фонда и подчеркнул, что компании должны активно участвовать в реализации социальных проектов, направленных на повышение благосостояния казахстанцев. В частности, в инициативе Камхор Левх для поддержки детей с ограниченными возможностями. Отмечу, за первое полугодие чистая прибыль фонда составила 749 миллиардов тенге. За год этот показатель вырос на 50%. Президент Казахстана Касымжмар Тукаев принял членов Палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса и Рика Кроуфорда. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства между двумя странами, а также актуальная региональная повестка дня. Глава государства отметил, что США стали одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Мы имеем тесное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах. Важной составляющей нашего успешного взаимодействия является сфера ядерного нераспространения и разоружения. Конец цитаты. Американские законодатели поздравили Тукаева с победой на президентских выборах и пожелали успехов в реализации намеченных реформ. Конгрессмены высоко оценили роль Казахстана в укреплении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, подчеркнули важность совместных усилий в социально-экономическом восстановлении Афганистана. Касым Жамар-Тукаев принял посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева. Он проинформировал президента о ходе подготовки предстоящего официального визита главы государства в Поднебесную, который состоится в первой декаде сентября. Касым Жамар-Тукаев отметил важность предстоящих переговоров в Пекине и дал послу ряд конкретных поручений. Цифровая карта распределения отраслевых предприятий может появиться у стран-участниц Евразийского экономического союза. Разработать проект предложил премьер-министр Казахстана на заседании Евразийского межправсовета. Оскар Мамин отметил высокий потенциал ЕАЭС по интеграции в международную транспортную сеть и подчеркнул, что прежде всего развивать сотрудничество необходимо в сфере финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, и также участники международной встречи обсудили вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов и наращивания торгово-экономических отношений, говорили и об устранении барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Стороны отметили 25-летие идеи евразийской интеграции, выдвинутой первым президентом Казахстана Ельбаса Нурсултаном Назарбаевым и пятилетие подписания договора о создании Евразийского экономического союза. По итогам заседания были подписаны 12 документов о сотрудничестве. Около 5000 фактов провоза контрабанды ежегодно фиксируют казахстанские пограничники. Чаще всего пытаются провести наркотики, экзотических и краснокнижных животных, порой холодное оружие и даже боеприпасы. Многие идут на риск даже через крупнейший пункт пограничного контроля, расположенный в столичном аэропорту. Именно там сегодня побывал председатель Комитета по международным отношениям обороне и безопасности Сената парламента Мухтар Кулмухамед. Ему показали техническое оснащение здания и рассказали о подготовке кадров. Ежегодно Казахстан посещает около 18 миллионов, почти одно население Казахстана, нашу страну. И такие пункты по всему периметру государственной границы более 100. Поэтому этой службе надо уделять всегда первостепенное внимание. Они именно встречают, провожают наших гостей, формируется имидж о нашем государстве. Задержание наркотиков присутствует везде. Мелочные, крупные партии, но они есть. Такие наркотики тяжелые, как героин, гашиш, описарец, марихуана. Есть уже и факты синтетических наркотиков. Есть моменты, когда люди неосознанно, а где-то, может быть, даже и осознанно пытаются провести боеприпасы, оружие, травматическое оружие, холодное оружие. Есть факты, когда пытаются провозить предметы живой нашей природы. От слесарей и арматурщиков до директоров компании. Сегодня Аким Нурсултан лично вручил грамоты и звание почетного строителя лучшим представителям профессии. Градоначальник рассказал, что благодаря им за последние 20 лет территория столицы выросла более чем в три раза. В Нурсултане трудятся более 65 тысяч строителей. Ежегодно сдают более 2 миллионов квадратных метров жилья, что по итогам прошлого года составило шестую часть всего объема по стране. Мы планируем увеличить объем строительства в социальной сфере и от вашего профессионализма. Компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит успешное решение ключевых социальных приоритетов. Это обеспечение граждан доступным и качественным жильем, строительство современных предприятий, обустройство территорий, привлечение инвестиций, в том числе иностранных инвестиций. Отрадно, что вы бережно храните и творчески развиваете славные трудовые традиции. Широко внедряете экологически чистые и безопасные технологии. К событиям в мире в Турции недалеко от сирийской границы на складе с боеприпасами прогремело несколько взрывов. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошел в городе Рейханлы провинции Хатай сегодня утром. В связи со случившимся, жители, расположенных вблизи домов, были эвакуированы. Причина взрыва пока не установлена. На месте работают саперы и сотрудники полиции. Лидер правопопулийской партии «Лига» Матео Сальвини заявил, Лора Сколи в итальянском правительстве необходимости досрочных парламентских выборов. Поводом для распада коалиции стали постоянные споры между двумя правящими партиями «Лиги» и «Движение пяти звезд». Отмечу, согласно итальянскому законодательству, премьер-министр должен сообщить о распаде коалиции президенту, а тот должен проверить, нельзя ли в нынешнем составе парламента сформировать иное большинство. И после этого президент объявит дату выборов. Около полутора тысяч аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айрес в знак протеста закона о легализации абортов в стране. Сейчас в Аргентине аборты разрешены только в тех случаях, когда беременность угрожает здоровью или жизни женщины, а также в случаях последствий изнасилования. В прошлом году Сенат страны отклонил законопроект о легализации абортов, ранее одобренные Нижние палаты Конгресса. Но есть и сторонники, желающие узаконить искусственное прерывание беременности. Законопроект, по их мнению, положит конец подпольным абортам, основной причине женской смертности. По данным Министерства здравоохранения, в Аргентине ежегодно совершается как минимум 350 тысяч нелегальных операций. Почти 40 миллионов тенге на такую сумму пришлось раскошелиться недобросовестным производителям пищевой продукции за первое полугодие. Как показали проверки Комитета контроля качества товаров и услуг, на прилавках продавали фальшивые колбасы, сливочное масло, консервы. Изъято почти 30 тонн опасных продуктов стоимостью 16 миллионов тенге. В черном списке оказались около тысячи предпринимателей. В 12% это является нарушение требований безопасности. Это наличие бактерий групп кишечной палочки, наличие патогенной микрофлоры и так далее, плесени, испорченной продукции и так далее. И остальные 9,3% это не соответствует заявленным свойствам, либо обман потребителей. Здесь говорится, если мы говорим молочное молоко имеет 3,2 жирности, но результаты мониторинга показывают, что не 3,2 жирности молоко, а фактически намного меньше. Работу спецсона в Усть-Каменогорске активно обсуждают пользователи социальных сетей. Люди жалуются на огромные очереди и пересылают видеосообщения, в котором толпа накануне утром сорвала с петель входную дверь учреждения. Сегодня руководство организации на брифинге разъяснило ситуацию. Если во всех других регионах страны под специализированные цоны для владельцев авто отвели отдельные здания, то в Усть-Каменогорске такого нет. Требуется возобновление строительства объекта, поэтому действующий ЦОН на левобережье города взял на себя новые обязательства, с которыми справляется. На данный момент очередей нет. Столпотворение граждан происходит только по утрам. Люди сами создают ажиотаж, занимаемая очередь еще до открытия госучреждения, отмечают специалисты. Сейчас организация работает в плановом режиме. Сегодня утром промониторили, было примерно человек 150-200, буквально за час-полтора все получили свои услуги и на данный момент никакого ажиотажа нет. Для удобства граждан мы уже открыли также второй специализированный сектор для оказания данного вида услуг, находившийся по адресу улицы Казахстан, 159-4 по городу Усть-Каменогорску. Также я хочу призвать население активно пользоваться порталом электронного правительства, потому что данные виды услуг также есть на портале электронного правительства. Примерно 500 грантов выделили из республики для абитуриентов из многодетных и малообеспеченных семей Жамбылской области. Получить бесплатное образование можно по самым востребованным специальностям. И также в этом году из областного бюджета дополнительно выделено 30 грантов в сфере медицины и сельского хозяйства. Для резидентуры предусмотрено 9 грантов. В регионе создана специальная комиссия, идет прием документов. Абитуриенты, не прошедшие республиканский отбор, могут принять участие в конкурсе местных исполнительных органов. Специальности и вузы выбрали по решению спецкомиссии. На республиканский конкурс необходимо подать 5 основных документов. А дети из многодетных семей и семей, получающих адресную социальную помощь, должны предоставить подтверждающую справку. Сбылась мечта студента токийского университета иностранных языков Такуру Оуччи, который два года назад поставил перед собой задачу поехать в Казлардинскую область, чтобы написать дипломную работу про легендарного тюркского поэта-песенника и композитора Коркой Таата. Чтобы побывать в приоралии на родине создателя Кобыза, Такура копил средства, подрабатывая в охранном агентстве. С молодым японским исследователем в Казларде встретился наш корреспондент Алибек Байшуленов. Увидеть и услышать вживую звуки Кобыза, раздающиеся из замысловатого архитектурного извояния, на мемориальном комплексе Коркой Таата, была главной целью 22-летнего японского студента Такура Оуччи. В музее я дотронулся до истории, увидел уникальные экспонаты из древней эпохи. Впечатления незабываемые. У меня внутри все перевернулось, когда на мемориале Коркой Та я вживую услышал звуки кюя. Теперь у меня цель – выслушать все кюи Коркой Та. Во властном центре молодой японский исследователь встретился с учеными Казлардинского государственного университета. В высшем учебном заведении, носящего имя Коркой Таата, он узнал много нового. Приезд японского студента, который посвятил себя теме великого тюркского мыслителя Коркой Таата, считаю, послужит дальнейшему совершенствованию наших научных связей. Мы пригласили господина Такура после окончания университета в Токио поступить в магистратуру в нашей стране, а в дальнейшем проводить свои научные исследования именно у нас, у приоралия, богатая история. Как признается Такура, казахский язык он освоил всего за год, а интерес к казахскому языку, литературе и культуре у него возрос после изучения эпоса «Алпамас Батор» на японском языке. Это второй приезд Такура в Казахстан. Поддерживать духовные и научные связи с Казахстаном он намерен и в дальнейшем. Алибек Большоленов, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Казалардинская область, Хабар, 24. В столицу Казахстана вернулся детский туристический поезд. За неделю участники проекта «Туган Ельге Саяхат» успели посетить Байконур, Тарас, Алматы, смогли ознакомиться с достопримечательностями городов и искупаться в лазурной воде озера Балхаш. Помимо увлекательного путешествия по стране, школьников ждала экскурсия по главному городу республики. Сегодня настал момент прощаться. Танцуя в столичном парке, ребята обещают не забывать эти каникулы и помнить о новых друзьях. Многие не сдерживают слез. И в этом году пассажирами туристического поезда стали 600 школьников от 11 до 15 лет. Среди них представители многодетных и неполных семей, отличники, активисты. Напомню, проект «Туган Ельге Саяхат» в Казахстане запустили 4 года назад. Обычно в путешествия по стране отправлялись школьники только из нашей республики. А вот в этом году впервые к ним присоединились 50 ребят из других стран. Это дети этнических казахов, которые проживают в России, Монголии, Украине и Беларуси. Классная поездка. Здесь много нашел друзей. Города очень красивые, классные, интересные. И все очень понравилось. У меня впервые так близко со всеми сплотился. Очень буду скучать, наверное, плакать даже. В период курсирования самого поезда дети не просто проживали в поезде. С ними проводились различные кружки на раскрытие собственного творческого потенциала. Были кружки по танцам, кружки по шахматам, кружки по другим логическим играм, арт-терапия и ряд других, скажем так, кружков. Поэтому я думаю, что этот поезд направлен не только на, скажем так, то, чтобы показать нашу страну, но и на то, чтобы адаптировать и раскрыть их потенциал, самих детей, чтобы они могли во взрослых жизни в дальнейшем эти инструменты применять. В Курчатове, Восточно-Казахстанской области, детсадовцев обучают робототехники. На эти цели из местного бюджета направили 4 миллиона тенге. Деньги пошли на ремонт здания и оснащение кабинета. И кроме оборудования и мебели приобрели игровые комплекты. Первый учебный этап в детском саду «Журавушка» начался с конструирования. Изучить непростой, на первый взгляд, предмет малыши приходят с большим желанием, говорят педагоги. К слову, это пока единственное учреждение в области, которое внедрило в дошкольное образование робототехнику. Развитие мелкоматурики однозначно, развитие логического мышления, фантазии, воображение, уметь общаться в обществе. Нашим деткам очень нравится. Воспитатели у нас в этом году прошли курсы повышения квалификации по конструированию. Международный конкурс «Воин мира» продолжился в Армении. Согласно промежуточным итогам уже прошедших этапов соревнований, казахстанцы находятся на третьем месте, разделяя его с Ираном. Впереди команды из Армении и России. Тем не менее, шансы удержать кубок, завоеванный в прошлом году на конкурсе у казахстанских военных, есть. Впереди еще немало сложных этапов. Всего в конкурсе, проводимом в рамках международных армейских игр, участвуют военнослужащие из шести стран. Казахстана, России, Беларуси, Армении, Греции и Ирана. Чемпионы борются и не сдаются. Команда Казахстана, победившая в прошлом году на конкурсе «Воин Содружества», уверенно рассчитывает на победу и в этот раз. Хотя солдаты признают, что с изменением статуса соревнований, теперь здесь участники со всего мира, задания конкурса значительно усложнились. Амбициозные, физически подготовленные военнослужащие каждый день демонстрируют свою силу. Наша главная цель – завоевать в Армении в рамках армейских игр первое место. Думаю, мы покажем хороший результат. Быстрее, выше, сильнее – девиз всего конкурса. Усложняет процесс выполнения заданий преодоления препятствий, которыми просто усеян весь путь бойца. Всего несколько сотен метров бега, зато сколько на нем преград. На участникам конкурса «Воин мира» поставленные задачи только добавляют азарт их преодолеть. Сдаваться не привыкли и казахстанские девушки. К примеру, уровнем техники метания ножа ефрейтор Мольдыр Сафакова превосходит многих коллег-мужчин. К слову, от российской соперницы Лилии Даутовой на финише ее отделяли каких-то 40 секунд. В итоге пришла вторая, в личном зачете заняла третье место. Каждое спортивное состязание, говорит Мольдыр, как очередная ступень к мечте – дослужиться до высокого чина в армейских рядах. Кстати, на отборочных соревнованиях внутри Казахстана хрупкая девушка сумела обойти больше 20 соперниц, стала лучшей и поэтому сейчас защищает честь Родины. Сама люблю спорт, спортом занимаюсь, у меня легкая атлетика. И моя мечта с детства – хотела быть военным человеком, одевать форму и ходить с поднятой головой, служить Республике Казахстан. Очередная задача конкурса – помощь раненым и больным с оказанием им первой доброчебной помощи. И снова время играет главную роль. За считанные минуты нужно наложить жгут раненому, то есть остановить кровотечение, перетащить его в безопасное место и сделать перевязку. Кстати, этот конкурс Мольдер-Сафакова прошла лучше всех соперниц за две с половиной минуты. К слову, послаблений для девушек на конкурсе немного. Из всех армейских игр «Воин мира» считается одними из сложных, поскольку здесь имеются различные этапы боевой подготовки. Это снайпер, это профессионал, два полосы тяжелых на этапе 1500 метров над уровнем моря, что является особенностью для наших военнослужащих. Адаптация нужна погодные условия. Здесь предстоит доказать нам, какой военнослужащий, какой страны лучше владеет искусством военного мастерства. И больше чем уверены, наши военнослужащие способны быстро адаптироваться на любые сложности. При хорошем подготовке и создании условий они готовы показать сами лучшие результаты. Борьба за лидерство продлится среди участников конкурса «Воин мира» до 14 августа. До этого они должны подтвердить свои знания военной истории, международного гуманитарного права, а также лучшим образом проявить свои творческие способности на этапе «Кавалер-сударыня». К данному часу это были все новости. Мы с вами прощаемся.